здравствуйте здравствуйте сегодня второе у нас июля 2016 года канал артподготовка программа плохие новости но в общем все новостей не будет то вернее новость будет одна только расскажем о про съезд вот как только смогли мы вышли вот вещай вещаем с колен значит до новой исторической эпохи осталось 490 дней хочу сказать большое спасибо дмитрию молодцом просто потрясаю не да тут даже дело не выступление тут зрелость проявила это стоит дороже чем выступление выступление это может быть результат некой случайности там какого-то всплеска эмоционального а зрелость эта вещь такая которая приходит только со зрелостью так что можно сказать вот что вальерий большое спасибо так что чтобы не тянуть нищего за нас скажу да сегодня пишет ура победа да мы победили значит занял я то место в списке пар нас который причитается по праймерис хотя достаточно большая группа из москвы и питера пыталась это противостоять и в общем-то это как бы сказать ну профессиональные политики так их можно назвать московского уровня профессиональной политики мы их победили поэтому что такое вот там отмечают победа песни то пойду пусть пою вот значит большое спасибо хочу сказать елизавете и и в вами они меня сегодня прям вдохновили это наши сторонники так их назови даже зрителям язык не поворачивается назвать именно сторонники юрию большое спасибо огромное володе спасибо с днем рождения володя в день рождения пришел чтобы нас поддержать да сегодня значит я не спросил можно им называть так что не будут парень очень хороший назовем его психолог который тоже поддержал меня объяснил что-то про архетипы такое до чего я не дошел пока потому что я не являюсь профессиональным психологом он сказал вот вы вячеслав вячеславович до определенного момента так сказать доучились а там наука психологическая пошла дальше объяснил мне в чем я не прав я не буду раскрывать тайну но честно говоря раскрыл глаза мне я потрясен был потому что молодой человек который учится в вузе да потом значит приходил режиссер как его зовут валер да тоже спасибо ему тоже у нас поддержал в общем сегодня много было людей но некоторых мы не будем так скажем раскрывать и это мы никого не призывали поддержать тима вчера меня спрашивают слава вот там может быть что-то как бы случится не такое и может быть призвать наших сторонников чтобы они пришли поддержать вот я вот все-таки мудрость проявил опять же сказал что не надо этого дела пришло и так много сторонников один из которых понял где мы находимся по полицейскому автобусу который тут стоял в ожидании когда все масса прибудет такая очень эфир сдох пишут не знаю звука нет не мог исчезнуть если он был да я тоже так думал фунта привет слава здравствуй здравствуйте есть звук и знаете выложи вторую часть видео и свое выступление давай тогда дим ты там расскажи свои впечатления у нас в счетной комиссии был и в общем то конечно вот я еще на секунду отвлекусь вчера конечно меня эти ребята под завели я имею ввиду московских и питерских они почему-то думали наверно что сегодня также удастся меня протроллить ну и оказался немножко хитрее мудрее ну дорогие друзья что я могу сказать настоящему почему мы побеждаем каждый из нас потому что у нас есть уверенность потому что наше дело право и что мы идем к той цели которую мы себе поставили мы не применяем никаких панических настроений мы сказали что у нас есть дата кто бы мне не сомневался но мы сказали и мы к ней идем сейчас мы обозначим новую дату дата выбор в настоящем это будет такая же возможность сделать революцию да там мы называем эту новую историческую эпоху а здесь нам тоже как название над дать то есть надо попросить наших сторонников чтобы они они более креативные чтобы они придумали это название потому что то что они придумают это конечно иногда на сверхуровне то есть никакие пиар пиар асы московские лощеные не могут такого придумать что что придумают наши сторонники люди которые чат нам пишут которые присылают на youtube на youtube на вконтакте в эту группу там много такого интересного и хотелось бы еще вот одну вещь сказать чтобы вы в курсе дела были но сейчас у нас сверхзадача конечно с этими выборами стоит и мы будем последовательно объяснять все рассказывать то сделать абсолютно все открытое и мы будем ну как и до этого делали главная проблема вот на сегодняшний день она кажется маленькой на самом деле она чудовищная если так то есть в некоторых регионах стоят люди которые будут саботировать выбор и это потрясающе например санкт-петербург тот город где у нас наибольшее количество сосредоточено сторонников и так и должно быть город революции наибольшее количество и там вот выборы саботируются фактически поэтому либо мы там делаем какую-то параллельную структуру для того чтобы выборы провести либо я не знаю как там насчет этих людей то есть заменить этих людей у нас нет никакой возможности значит нам придется делать параллельную структуру и наши сторонники так питере должны иметь это в виду кроме всего прочего у нас есть очень четкие сторонники на местах среди парнаса например Ростов, Ленинградская область, Тольятти там много очень вот там конечно мы кинем клич и нужно будет поддержать эту работу общими усилиями мы все сделали но я говорю мы тогда обозначим те регионы где у нас проблемы открыто обозначим и наверное вот я говорю придется что-то делать параллельно потому что если не делать это в Санкт-Петербурге но представляешь какой пласт сторонников у нас просто выпадает и это будет вообще непонятно никому и объяснить это невозможно отдельно хочу попросить поддержать Саратов у нас мы возвращаемся со съезды сразу же идем к сбору подписей присоединяйтесь к нам но вместе мы победим и от меня отдельная просьба город Чебоксара там тоже хороший парень Наши сторонники к нему приходили но они дали сразу поехать мы к Мальцеву и как только Мальцев вас возглавил вот тогда мы к тебе придем ребят присоединяйтесь скажите про Новосибирск а Михаил он ему вообще спасибо здесь на съезде он провел колоссальную работу отставил или Новосибирск это или это Егоров это вот это в Екатеринбурге да в Екатеринбурге а и этот ну по Савин у нас вопрос нерешен я думаю что как бы он уже заявил о том что он на контакт готов идти но сегодня будем общаться в принципе как человек я сейчас как человек о нем скажу он нормально а вот как политику посмотрим хорошо по всей стране мы должны побеждать с терзе поэтому такой главный клич вот и Парнас об этом говорил все говорили о том что мы пошли не от Парнаса а мы пошли оппозиционной коалицией и вот сегодня мы замкнули этот круг коалиции и теперь мы как пальцы должны сжаться все в кулак несмотря на взгляды на личности и пойти и разбить эту систему сейчас там очень много будет в средствах массовой информации информация о том что фашисты избрали антисемита даже не надо это парировать вообще чем больше они будут это писать тем для нас же лучше то есть у таких нужно просто протроливать и все если их протролить то они будут еще громче визжать а нам только это и нужно так бербиджан с вами отлично еврейская автономная область да правда там 913 евреев всего осталось в еврейской автономной области но я так понимаю что и при этом тем не менее не хотят там землю давать которая крутая представляешь вот чу людей в башке то есть наложили лапу теперь что губернатор будет определять какую вот по этому путинскому указу выдавать землю то есть не ту которые там как это говорит помнишь где-то вода откуда из центральной с площади или с околицы так вот здесь на площади не будут выдавать землю на околице будут и мы сегодня кстати неоднократно съездят обсуждали что нас очень много смотрят в Израиле всем нашим сторонникам на заре большой привет да большое спасибо если кто-то пришлет фотографию из Иерусалима с плакатом «Иерусалим за Мальцево» 5.11 да ждем так что нас да много вот сегодня смотрели опять совершенно невероятные проценты в других странах опять Литва конечно впереди планеты всей но впервые уступила место Латвии в Латвии Литва подтянулась там 18 с чем-то почти 19 тысяч а в Латвии больше 20 так что так давай на вопрос теперь ответим Валя может ты что-то хочешь сказать ну было несколько интересных выступлений на съезде да давайте про съезд расскажем да что-то зациклились как-то да расскажи ну Диму интересно выступил всем рекомендуют посмотреть еще несколько людей ну там оговорка была интересная человек хотел сказать что мы против революции но как-то не получилось и сказал что мы за все стали аплодировать а он уже блин что я сказал ну да да особенно мне понравился тот парень который сказал что нужно в это итоги праймерис признать все по честному а Мальцева с Поткиным выгнать вот так да Поткиным кстати убрали да сколько голосов там было ты скажи сколько было при голосовании за меня это же было персональное так сказать голосование сколько за Поткиным да было персональное голосование голосование то есть за различных людей их было 11 человек и большинство но убрали то есть по разным мотивам за Вячеслава Мальцева проголосовал 77 человек 78? нет 77 я член счет до комиссии да 77 46 против но в эти 46 входит еще двое которые вообще не проголосовали ну да при этом наши соперники от Московское отделение и Петербургское было порядка 30 человек у Поткина почти те же результаты но в обратную сторону вот все произошло знаете почему Поткина не исправили потому что его не было и он не мог выступить но он объективно сидит в тюрьме вот я убежден что если бы он смог выступить то результаты у него были точно такие же как у меня потому что людям наговорили не пойми чего да и они по другому немножко картину видели еще было с вами высказывание о том что Вячеслав Мальцев назвал людей политическим терпелом это сказал я вы все слышали и меня попросили подобрать этому слову литературную замену вот если кто знает как потерпевший ну как оно потерпевший по-настоящему люди после выступления Вячеслава Вячеславовича кто первую часть видел наверное это надо было видеть то есть дали Вячеславу Вячеславовичу пять минут он говорил минут наверное десять двенадцать двенадцать минут после пяти минут кто-то сказал а Михаил Михайлович Косян говорит Вячеславович у вас время но есть кто против что продолжил он и ни один человек в том числе те кто были против Вячеслава Вячеславовича не сказал нет и все сказали давай заслушались да заслушались и по-настоящему в лицах тех кто был против появилась вот такая вот уныние все увидели лидера вот что этот человек может повести за собой он ведет всех нас сторонников потому что вы уже скорее всего все не зрители все наши сторонники единомышленники вот это было красиво и кто не видел в группе ВКонтакте я выложил на остальные ресурсы ну выложим свое выступление тоже сейчас выкладываю а тут пишут страдальцы обиженные это тебе синонимы то есть люди погуглили да или или подумали потому что я думал что это не синонимы если погугли терпилы там хотя не знаю Волгоград ну у нас там тоже в принципе наш человек будет так его называть да мальцев что с Волгоградом все в порядке с Волгоградом мы конечно хотели чтобы там объединили группу одно что в Саратов Волгоград ну этого не получилось и не надо даже было настаивать потому что нам нужно было решить главный вопрос и то есть вот эти вот мелкие вопросы пришлось оставить исходя из главного чтобы все это не разрушить поскольку люди были очень сильно заряжены на уничтожение этого я только не понимаю зачем то есть я одному говорю я говорю паренек ты зачем против ты хочешь голосовать а вот ты там какую-то чушь у себя на канале несешь там туда-сюда я говорю ну какую вот ты там что-то предсказываешь я говорю чё оно сбывается то что я предсказываю да это все фигня ладно фигня но это вот только эти основания он говорит да я говорю очень хорошо а вот когда я приведу вас в думу и ты получишь с моих рук мандат ты откажешься от этого мандата ты знаешь что он сказал я видел ты же видел да он нет он сказал слава богу там в такой группе что надеюсь он не по не пройдет ну или у нее изменится я думаю представление потому что все таки вот это оказывает влияние на людей я видел насколько это здорово повлиял да привет очень большой я решил сразу побежал на их москву писать как хорошо раскручивать сейчас он будет кричать ксенофоб фашист этот антисемит да вот прям вот если бы он не делал это от души и его надо было на это заряжать ты же понимаешь что и сейчас вот во всех либеральных сми они начнут вот эту волну а то волна начнет меняться и так далее то есть вы же обратите внимание нас туда близко не пускали либеральные сми а теперь мы от тут вылазить не будем почему потому что они сами там и те кто за нас и те кто против нас будут все время вот это вот все замешивать это просто шедеврально аналогия крым нашего когда кто за крым кто бросил одна тема да 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 вот отлично все очень интересуется где можно посмотреть видео но много лазерных ресурсов под снимала плюс вы можете посмотреть это на странице у нас в группе творческого объединения подготовка я уже выложил и у меня страница мы выложим на канал прощать технической возможности нет и сергей попросим добавить группу за вишнаматер пишет я что заец ни в коем случае не надо вы представляете человек совершенно халяву будет выполнять колоссальную работу все эти выборы представлять то есть вообще просто это это будет самый упертый волонтер который писать вот это наш постараться если бы он агитировал за меня это было бы очень плохо а если он будет агитировать против меня яшин лишь год классный будет мне он пообещал вот или здесь отдам должное он пообещал что при любом раскладе он будет агитировать и за партию за список были его слова не знаю что лучше вот мигать мальцев мозги не и я не знаю как это что вам на это ответить так какие там вопросы еще чем в россии сейчас сажают за репост просит власти а вас призывающих к революции не трогают вы работаете на путина что-то странно и тогда объясните мне если я работаю на путина зачем ему это надо путин вот это все он политически тебя представляешь писать как как законспирирован мальцев хорошо был с 2007 года в жесткой форме топтали отовсюду выкидывали никуда не пускали я такой сидел и ждал чтобы прорваться в парнас для того чтобы там учета какую-то провокацию щенитет человек который в трех созывах заместительным председателе думы был такую роль пытается сыграть такого мелкого провокатора дадут помилуй бог да план всей моей жизни просидеть 9 лет так где-то да там потратить все свои финансы вообще все 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 остаться голым для того чтобы не изменить что-то в стране а для того чтобы насрать парнасу которого еще тогда не было это скажет вот он мальцев предсказатель два часа ежедневно 5 дней в неделю 3 года до 3 года для того чтобы слава венедикт все не все-таки теперь узнал венедикт мальца так вот уговорил мне не знаю мальцев ног слава богу хорошо так убать за мальцева и мы за кубань только можно к крымчане привет вам отдельно меня да и от меня тоже чего только поздравляю вас победы скажите согласны ли вы с медведевым что стипендии созданы для того чтобы на них прожить я просто как помощь государстве что будет со стипендии после революции стипендий создать для того чтобы студент мог заниматься учебой а не мыслями где взять кусок хлеба если вы помните даже в средние века даже в средние века стипендия выдавалась из расчета такого то количество фунтов хлеба такого то количество фунтов мяса такого то количество там литров вина да и так далее которые можно купить и нормально прожить плюс там сукно можно там то все 5 садится обуться оплачивать квартиру и так далее это в средние века казалось бы ну скажу ну там лучше взбал дни по не помер там кусок хлеба нет почему того чувак который грызет гранит науки он должен нормально питаться и будет молодой растущий организм и если медведев я не слышал что он сказал но я подозреваю что медведев может стать такое сказать то я жду его на дебаты мы с ним давайте спорить господин медведев тем более что я совершенно законно теперь могу требовать их всех давайте приходите будем разговаривать час вот на дебатах с медведем там жириновским со всеми остальными там боевыми клоунами вот страна мы родились более богатой стране но приведу пример объединенные арабские мира когда эта сторона основалась то шейх зай который сам не умел писать читать первый один из первых указок о том чтобы создать школы институты и дети которые там учились они получают деньги дети он сказал следующий раз самый тяжелый труд это хорошо учился этот труд оплачивался выше чем реально работающих людей и до сих пор и это самый халявный стартап вот оплата студенчества на самом деле самый халявный стартап я поясню свою мысль то есть вы инвестируете какие-то стартапы да ну там выстрелит не выстрелит и так далее здесь выстреливают почти со стопроцентной гарантии то есть эти средства возместятся полностью но есть некоторые так сказать студенты которые возместят кратно просто кратусе настолько что даже разговоры нет вот про те копейки то есть это ну стипендии студентам если просчитать я думаю что это тысячи процентов прибыли это нет ничего так так такого прибыльного как оплачивать студентов да но есть я говорю отдельные у которой не купишь ни за какие деньги какие-то маски да там вас кто-то этот который айфон то придумал моды асти в джобсом и так далее представляете вот у не ну это понятно но он же получил какое-то обучение да безусловно туда совершенно непричастный к этому делу ходил потому что ему нравилось увидишь а если бы не был беларусь того с беларуси вот сегодня кстати говорили долго с людьми беларуси и украине как как ни странно да вроде у нас выборы так все в торонто привет из тведи так ну чё тогда наверное закругляемся сейчас у нас я хочу поблагодарить всех наших сторонников за то что планомерно и поступательно они идут с нами то есть когда мы пошли на праймерис нас не расценивали как победителя но мы шли за победу мы и взяли вот спасибо за то что эту победу взяли да это абсолютно не было спасибо вам всем каждом персонале мы могли каждого назвать на и по имени но каждый душе должен понимать что это победа каждого из вас спасибо спасибо тут вот омску привет новосибирску привет рязани привет рязани богомолов до свидания кстати он сейчас исправительной работы мы назначили путинские товарищи помогите ему тоже нас выбирали он где отдельный человек с твери привет и твери привет с кавказа нам привет и кавказу привела на привет магнитогорск спасибо спасибо большое всех кто нас смотрит мы в общем приближаем тот день который новой исторической эпохи до сколько до нее осталось 489 до 489 я могу что-то путать ну ладно чебоксары до осталось короче недолго и я думаю что если мы так ударно будем трудиться как сегодня смотрите мы постоянно мы должны постоянно что-то у них забирать забирать лезть дальше 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 в конце концов я думаю не сдадутся челябинск-карьков смоленск-краснодар киев-питер в днх всех при брянск привет балахна спасибо большое а москва ну и москве привет тем более что мы вещаем из москвы спасибо петербург спасибо до свидания спасибо 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 Продолжение следует...